Наложение семи лет войны без мира в нашей стране, это и есть страшные стереотипы и повторяемость бездны. Такое чувство испытывает при прыжке с вышки любой олимпийский чемпион или горе-подводник. Тот, который нисколько не врал, как и мой случайный троллейбусный попутчик, сосланный в штрафную колхозную тракторную бригаду в глубинке российского Нечерноземья, где уж точно ничего не киздели. Пахали глубинку испаханную, а чуть какое чепи в войсках приключалось, то ездили к ним. И мой попутчик к ним ездил, старлей благородный, не разделивший участи под лодок Комсомольска и Курска. У них там под актовым залом в клубе был подземный штабной этаж, шабашкой при шарашке его штрафники называли. Так вот там они порой по несколько дней без просыпу спорили, думали, а потом шли в тракторную бригаду и в металле проверяли идеи. Так и доживали там век. Без права на амнистию. Пока во время раскола прогнившего совка он не вырвался на, тьфу ты господи, в Украину. Были там и такие, что над обломками и на лопых теле. А все зря, так колхозниками и померли за дурачье штабейское. Да уж точно, не давал бы я сопличью, пусть даже геройскому, майорских погон. А то завтра такие, хоть и почетные, ой еще каких дров наломают, и то еще дури в государстве нашим наквасят, что не приведи господи. Нет порой в подпружинившихся подвременный геройский порыв почти элитных офицерских квасцов. А на одной закваске без муштры, без образованности такие далеко не пройдут, а вот дури в них почище хрущевской в нашем еханом государстве будет. Старик смолк. Уж кто-кто, а он хорошо и не однажды помнил в прошлой жизни своей, с вещами на выход. Более года в троллейбусах я не эжу. Раз в неделю вызываем такси по подсеченным по времени низким ценам до речного вокзала. А оттуда под речком по Киевским склонам. Базарный кофе с кокосовым баунти на двоих, мелкое переругивание по пустякам. А то еще случается пустяшное по мелочам. Все это уже в салоне рыжего фолькцевагена после посещения светил походной столичной хирургии. Накануне мастерский прокол мизинца. Озабоченно фельдшер наконец-то строго изрек. У тебя, бяти, был прокол мизинца с глубоким проникающим. Так что ты мне свои подольские майсы не больно кизди. Молчу, забирай обещанное. Рану почистил, обработал, закапсулировал. Так что жить будешь, беру спасибо. Здесь полный комплект услуг. Принято, не дурак. Но только денег не проси, не наглей. Понято. У меня двести пятьдесят коньяка. Было. Пятьдесят грамм принял в стаканчике. Так что и ты пей из такого. Только стаканчик не выбрасывай на асфальт. Плиз. Вот уж и впрямь ты интеллигент туев. Стаканчик швыряется под водительское сидение где-то мимо бардачка. Сзади. И в лед за ним роскошный житейский мат. Усталость. Закарпатский рок слушать будешь. Крышу рвет на генетическом уровне. Взрывная группа. Смиряковые долбни. Сосновые трутни. Мужики. Сейчас в аптеку зайду. Сиди и слушать будешь. А я в аптеку пойду. Аптека на Чернобыльской. Рядом церковь павших ликвидаторов. Прямо за ней где-то за восемьдесят километров ЧАЭС. За двадцать восемь лет отсюда уже не местность, а память. И тогда были аптеки. И тогда брали шприцы. Правда, не одноразовые. И жгуты кровоостанавливающие. И бинты. Правда, не шибко по тем временам стерильные. И вату туркменскую. Из такой прежде цейховики свитерки дуром плели. Купила, напялила до первого июльского ливня, а после онова прошла по городу одуревшей мокрой курицей в облезающем фрагментами оперенья. Накануне прогулка по микрорайону Троещины. Подобно похмелью диабетчика. Подобно идиотическому похмелью. Так говаривал незабвенный киевский афорист Ленечка Нефедьев. Четыре года как помер. Жить вечно, бесчеловечно. Это тоже его. На асфальте кричащие рекламные классики. Режу бетон. Ты часть меня. Качественный пол из дуба и клёна. Здоровенный детина в восково-слиськом. Линяво-синим спортивном костюме в стиле троещинской неоклассики. Пытается речитавить нечто среднее между «Мужчина, можно вопрос задать?» и «Мужчина, можно тебе в морду дать?» Очевидно, что пьяная мурлосным духом о восточном АТО не ведает. Резко отвечаю ему на лету «Я занят». Чем занят? У меня шкула чище чешутся. Слышь, дядя, шёл бы ты воевать. Это уже жена. Мат и виртуальный непроречённый вслух пьяным козлищем почему-то услышан. Едва не мгновенно. Он отшатывается в сторону и отлипает, чтобы нарваться на стайку 17 леток с местного тренажёрного дворца спорта. На голенях этих парней оттатуированы их намерения всё упрощать и улаживать, укладывая в нарезку стеклобетона. Они обступают огромное морло стайкой вьетнамцев и очень осторожно, но методично начинают его в жесть метелить. Теперь он в отключке с рассечённой бровью лежит себе на земле, в том её месте, где будто про него писано «Ты – часть меня». Что здесь сказать? В нашем горьком мире постсоветика очень часто любят подлавливать старость на простоватости, всегда и абсолютно во всем. Нас, нынешних подстарков и стариков, вышкалила жизнь времени постмодернизма и общественного пофигизма, вышкурив до старости в тех ещё старичков. В том и жопов прям-таки на полный абзац. Пока же под раздачу неожиданно попал наказатель. Кровь застывает за 15 минут. Разрывов, порывов и внешних кровотечений нет. Можно идти дальше, будет жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова